Власти Северной Кореи направят большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры в Южно-Корейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале. Об этом было объявлено на состоявшихся впервые за два года переговорах на высоком уровне между Северной и Южной Кореями, которые проходят в демилитаризованной зоне. В свете возросшей напряженности на полуострове, даже такая нейтральная тема, как Олимпиада, уже считается достижением. «Мы прибыли сегодня на эту встречу с серьёзными и искренними намерениями, а также с мыслью принести бесценные результаты в качестве первого подарка в этом году для наших собратьев, которые возложили надежды на этот диалог». «Наши переговоры возобновляются после длительной напряжённости между Северной и Южной Кореей. И я верю, что первый шаг – это уже полпути. Я хотел бы провести эту встречу с твёрдой волей и непоколебимостью». «Япония бы приветствовала переговоры». «Мы приветствуем, что Северная Корея поменяла отношения и проявляет заинтересованность в играх в Пхёнчхане. Однако их ядерная программа – это угроза региональному и международному сообществу. ООН применила санкции, поэтому мы будем придерживаться своей позиции. Они должны подчиниться резолюции». Отметим, что в своей новогодней речи лидер КНДР Ким Чен Индабиил, что открыл диалогу и хочет снизить напряжённость на корейском полуострове. При этом он сказал, что не собирается отказываться от своей ядерной программы. «Власти Турции намерены продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на три месяца. Его ввели после попытки военного переворота, которая была предпринята в июле 2016 года. Режим ЧП продлят уже в шестой раз». «Чрезвычайное положение будет продлено снова. Как вы знаете, сначала Совет национальной безопасности должен принять решение по этому вопросу. Потом его обсудят на заседании Кабинета министров». За время действия режима, по подозрению в причастности к попытке переворота, арестовали уже более 50 тысяч человек. Также 150 тысяч человек были уволены или отстранены от работы. Чистки коснулись судебной системы, полиции, армии, системы образования, госслужащих и журналистов. Такие масштабные преследования вызвали критику со стороны Международных правозащитных организаций и западных союзников Турции. Между тем, турецкие власти заявляют, чистки необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность в стране и арестовать сторонников турецкого общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Именно его-то и Бардоган обвиняет в попытке свержения власти. Фетхуллах Гюлен – проповедник и основатель движения Хизмет. Он почти 20 лет живет в США в добровольном изгнании и свою причастность к перевороту отрицает. Миграционный кризис, который продолжается уже более двух лет, сделал проблемой мигрантов главным политическим вопросом во многих европейских странах, включая Францию. Недавно глава французского управления по делам беженцев объявил, что число заявок на получение статуса беженца в 2017-м возросло и превысило 100 тысяч. Для Франции это самый большой показатель за последние 40 лет. Что интересно, больше всего запросов поступило не от сирийцев или афганцев, а от граждан Албании. И это несмотря на то, что у них шансов получить статус беженца намного меньше. При этом глава неправедственной организации по помощи мигрантам говорит, что статистика не отражает реального положения дел. «Увеличение числа запросов на получение статуса беженца во Франции не означает, что началось какое-то вторжение. Сегодня утром по всем каналам передавали, что мы достигли исторического количества в 100 тысяч запросов. Нет, запросов было 73 тысячи, а к ним необходимо прибавить семьи, которые прибыли с детьми». Президент Эммануэль Макрон, придя к власти в мае прошлого года, обещал сократить время ожидания обработки каждой заявки до двух месяцев максимум. При этом неправедственные организации отмечают, что в настоящее время заявку рассматривают в среднем около трёх месяцев. Для многих искателей убежища это означает три месяца на улице. «Запрос на получение статуса беженца я направил около трёх недель назад. Для нас время тянется медленно, потому что нам негде спать, мы спим на улице». «В очереди нужно стоять 24 часа, то есть начать сейчас, а закончишь в 9 утра следующего дня. Просто стоишь в очереди в маленьком пространстве, где все друг друга толкают». Между тем, больше всего заявок на получение статуса беженца по-прежнему принимает Германия. В первые девять месяцев 2017 года ей поступило 140 тысяч запросов. Сегодня началась регистрация на пробное ВНО. Подать заявку на внешнее независимое оценивание знаний можно будет до конца января. Чтобы зарегистрироваться на пробное ВНО, нужно зайти на сайт регионального центра оценивания качества образования. После того, как регистрация будет завершена, 24 марта состоится тестирование по украинскому языку и литературе. 31 марта по таким предметам, как история Украины, математика, биология, ряду иностранных языков и других дисциплин. Стоимость одного пробного ВНО для одного участника составляет 132 гривны.